Всех приветствую на канале Мехо! В момент игра очень сложная, много различных вариантов заточки, экипировки, много разных валют, много разных предметов и непонятно куда это девать, в общем мест нет и несколько механик, которые бесполезны, например карточная игра. Поэтому они решили взять все вот эти валюты, предметы, бесполезные там расходки, удалить их и точнее заменить их на меньшее количество и в общем вы увидите что будет во втором сезоне. Уже вчера был составлен список или вывешен список в каких пропорциях будут меняться предметы с первого сезона на второй, так что уже никаких проблем не будет с тем что я выкладываю видео, те кто хотели, они успели закупиться и получить какой-то профит. Ну а те кто сегодня посмотрит видео, соответственно уже не смогут получить такой профит, но все равно будут знать к чему вообще стремиться. Чтобы не сильно забивать вам головы, я объединил изменения в 6 большие категории. Это экипировка, предметы усиления, репутация с NPC, морской контент, ремесло или расходки и гравировки. Начнем с экипировки и здесь проще всего, потому что здесь особо не надо париться. Вот какая у вас экипировка будет, аналоги вам дадут этой же экипировки во втором сезоне. Поэтому если у вас например был 15 антарус, у вас будет аналог во втором сезоне 15 антаруса. Но возможно у вас понизится ГС, то есть ваш уровень снаряжения автоматически будет понижен, потому что во втором сезоне он должен быть понижен. Но не стоит переживать, вы ничего не потеряли, просто так задумано. Здесь не стоит заморачиваться, потому что чтобы добиться определенной заточки вам придется потратить кучу ресурсов, возможно выгоднее будет их оставить на второй сезон и тратить их уже там. Поэтому давайте переходим к следующему, это предметы усиления. Практически все предметы усиления, проходки и так далее, и так далее будут конвертированы, переработаны в валюту, за которую вы уже во втором сезоне сможете что-то покупать. Поэтому что вы сможете покупать, это не так важно, мы будем смотреть стоимость каждого предмета, который будет перерабатываться. Для наглядности я составил несколько табличек, по которым все будет понятно, что вообще, сколько стоит. Сверху мы видим вот такие серебряные монетки, но это на самом деле корейцам просто лень было создать новую иконку, они просто взяли стандартную серебряную монетку. Это другая совершенно валюта, это валюта, за которой мы можем покупать предметы усиления во втором сезоне. Каждая проходка или каждый предмет, который меняется на эти валюты, стоит какую-то сумму вот этих монеток. То есть, например, проходка на вторых хранителей стоит 70 монет. А в дальнейшем мы подходим к определенному NPC, к магазину и меняем эти самые монеты на расходку, на выбор. Возможно, будут какие-то ограничения по количеству, ежедневные, еженедельные или без ограничений. Мы пока еще не знаем, как это будет на России, я на Корее даже не смотрел, потому что это достаточно бесполезная инфа, на России может быть совершенно все по-другому. Но цифры вы видите, и здесь вы можете сделать какой-то вывод. Ну и опять-таки, не стоит от них отталкиваться, потому что у нас могут быть совершенно другие курсы обмена, у нас игра моложе, может быть другие приоритеты будут, поэтому мы пока еще не знаем, может быть корейцы сделают какие-то выводы и что-то поменяют. В любом случае, за основу это все-таки можно брать и от этого исходить. Давайте посмотрим, что на второй картинке. Валюта слева, мы видим, что валюта стоит недорого. Ну вот, что касается галатиума и уманиума, здесь можно сделать какой-то вывод. Например, если вам упадет уманиум с арены, то вы в плюсе будете. Если не упадет уманиум с арены, то будете в минусе. Поэтому сами решайте, стоит рисковать ради дропа или не стоит. Ну и также там еще, конечно, падают монеты иногда, которые тоже окупают билет арены, если мы говорим о валюте со второго сезона. Дыхание земли, арктуса и пламени стоит копейки, поэтому можете тратить, либо продавать и покупайте то, что более выгодно по валюте. А вот что касается алмаза, здесь очень интересная ситуация. Почти каждый переход с алмазов стоит себестоимость. То есть, например, с первого на второй х5, с третьего на четвертый х5, с четвертого на пятый тоже х5. То есть ничего вы не сможете выиграть. Но вот со второго на третий у вас идет х8 переход, поэтому именно в количество валюты, которые вы получаете. Поэтому если у вас много первых и вторых алмазов, то не забудьте перед обновлением обязательно перекинуть их в третьи алмазы. Ну и вообще, вторые алмазы, я думаю, сейчас немножко могут подняться в цене, потому что они стоят больше будут во втором сезоне. Ну или под конец первого сезона могут подняться, так что можете покопить их, а потом продать. Двигаемся дальше. Под номером 3 предметы репутации. Все предметы репутации разного цвета будут давать разное количество валюты, как раз репутационной, которые вы получите уже во втором сезоне. Лично я буду открывать все сундуки на всякий случай, чтобы не было проблем, ну а также руфиниты меняйте на предмет репутации, потому что руфиниты будут удалены во втором сезоне. Ну, в принципе, здесь все. Морской контент. Здесь уже все поинтереснее. Практически все, что у вас есть сейчас в море, включая все сундуки, валюту, моряков и так далее, и так далее, будут удалены и переработаны, конвертированы в дублоны. На картинке вы видите только малый список, за что вы получите дублоны. Там вообще огромный список, есть куча различных коробок, которые я даже не знаю, где они находятся, где покупаются. Различные награды на разных островах, например, на Сурадо и так далее. Здесь стоит обратить внимание на несколько вещей. Первое, это, конечно, чертежи. Вы видите, что за фиолетовые чертежи вы получаете 50 дублонов. Ну, я уже скупил на где-то 200-300 тысяч дублонов чертежей, так что неплохо будет. Я думаю, в сумме даже получу около 500 или 600 тысяч. На что вообще нужны дублоны? Например, моряк легендарного качества, я на Корее видел, будет стоить 80 тысяч дублонов. Фиолетового 40 и синего, по-моему, 20. То есть дублоны будут тратиться просто очень быстро. Что касается валюты, здесь мы видим, тоже все это меняется. Жетоны ГВН и Процей тоже меняются. И я не советую покупать никаких моряков, если они вам крайне не нужны. Ну и самый выгодный способ, конечно, сейчас фарма, это марлины. Там вы фармите не только дублоны, но и вы фармите еще беспокойные души, которые за каждую беспокойную душу вы получаете дополнительные 20 дублонов. Это очень неплохо. Хотя здесь надо тестировать. Возможно, поднятие сундуков тоже будет выгоднее. Там вы часто поднимаете чертежи, вы поднимаете еще ПТ-7. Также иногда можно найти всяких пираток. Ну и жетоны ГВН и Процея. Надо будет протестировать. Возможно, сделаю отдельное видео. Но пока я склоняюсь к тому, что марлины самые выгодные. Под номером 5 ремесло и расходка. Все ресурсы, которые вы фармите ремеслом, то есть базовое дерево, трава, рыба и так далее, станут мусором. И вы сможете их продать в магазин и получить какое-то количество серебра. Поэтому, если не хотите потерять это абсолютно все, переработайте все эти ресурсы и так далее, и так далее, в расходку, которая автоматически будет меняться на расходку второго сезона. Что касается замены расходки. Есть несколько типов расходки, которые будут меняться на гранаты. У вас будет очень много гранат. Как я понимаю, во втором сезоне они будут переработаны в гранаты. Есть некоторые расходки. Это обычно базовые зелья усиления. Например, мастерство, подавление зеленое. Может быть, даже синее. Оно будет меняться на предметы восстановления. Возможно, это будут зеленые или даже синие банки. Может быть, фиолетовые. Но я здесь сомневаюсь. Что касается топовых расходок, фиолетовых или коробок с расходками. Они будут меняться на соответствующие коробки во втором сезоне. То же самое касается гранат. Все гранаты будут меняться на гранаты второго сезона. Лично я скупил уже кучу зелий фиолетовых на всякие подавления. Мастерство, которое стоили по 3-4 гауды. Штук 1000 оставил. И посмотрим, что с этим будет. Что касается остальных расходок. Ну, будь что будет. У меня куча коробок с расходками на выбор или случайными. Посмотрим, во что они перерастут. Также напоминаю, что в России может быть совершенно по-другому в нашей локализации. Потому что игра намного моложе. Возможно, какие-то ошибки корейцы допустили и захотят у нас исправить. Поэтому то, что вы планируете, может не случиться. Но все равно надо пытаться. Гравировки. Здесь я даже не знаю, как правильно комментировать. Потому что я не могу на 100% сказать, как у нас будет. Давайте я скажу то, что я знаю. Во-первых, все ремесленные гравировки будут удалены. Ну и может быть какие-то боевые, которые корейцы посчитали бесполезными. Те гравировки, которые есть у вас сейчас в графе гравировок, они останутся вроде как и будут конвертированы в гравировки второго сезона. Переработаются и так далее, и так далее. Поэтому стоит, имеет смысл делать гравировки третьего уровня, которые вам понадобятся или просто нужны. Ну, если у вас есть такая возможность. Понятное дело, есть гравировка, например, экстас, набарда. Я не знаю, стоит ли вообще ее пытаться покупать. Или ждать уже второго сезона и там ее добывать. Но есть гравировки, которые стоит делать. Там, допустим, мастер подготовки, титаноборец, моргенштерн, стараться сделать до второго или третьего уровня соответственно. Ну и последний синебой пункт. Мне, если честно, лень править то, что я вначале сказал и написал. Поэтому просто скажу. Это, конечно, игральные карты. Все карты, которые у вас есть сейчас есть, они будут удалены. И за это вы получите какое-то количество ресурсов. Здесь я хочу только сказать одно. На острове Таокита есть делик, за который вам дают два аметрина фиолетовых, а если вы делаете твинкома, аж 4. Это самый выгодный способ фарма ресурсов, которые нужны на покупку карт. Поэтому вот за 2,5 месяца вы должны каждым твинком, если у вас есть такая возможность, делать делик именно там, чтобы получить побольше карт. Ну, если вам нужны карты. Соответственно, если вам нужны другие ресурсы, делайте в тех местах, где ресурсы какого типа вам нужны. Последняя информация общая. Во вкладке хранилища практически все будет удалено. Все ресурсы, которые в морском контенте, они будут удалены. Награды все будут полностью удалены, так что не забудьте их потратить. Трофеи мореплавания тоже, соответственно, в дублоны переведены. А сокровища островов, они теперь будут как предметы в инвентаре лежат, с пометкой, что это острова. Также будут удалены орешки и кешью, так что купите там, что надо. Ну, не забывайте, что ремесленные гравировки пропадут, так что тратьте только на то, что понадобится. Ну, и Руфинито тоже тратьте на предметы репутации, потому что они пропадут. Что касается Лерита, он автоматически будет конвертироваться. Ну, вот как-то так. Возможно, зря сделал видео. Может быть, что-то пофиксит корейцы и те же самые мыло. Что касается того, что сейчас сделать, ну, каждый сам решает. Может быть, сейчас стоит остановиться и просто копить ресурсы определенного типа, чтобы получить как можно больше профита во втором сезоне. Может быть, стоит сейчас сточиться до определенного уровня, чтобы получать больше ресурсов. Например, там до четвертой стадии Кайшера, чтобы получать стопроцентную заточку. Она тоже вроде бы очень полезная. Ну, каждый сам решает здесь. Я даже не буду пытаться делать какие-то теории. Лично я постараюсь дойти до четвертой стадии и после этого уже остановиться. На этом все. Пишите в комментариях. Может быть, где-то я совершил ошибку, потому что в переводе не во всем уверен. Где-то я даже не перевел, потому что я не знаю, что это вообще такое, есть ли у нас на русских серверах. Я всегда в комментариях, первый комментарий прикреплю со всеми исправлениями, которые есть. Спасибо за просмотр. Ждем второй сезон. Скорее всего, он будет 21 октября. А, ну и не забывайте, конечно, фармить Йозмут. Вот это один из способов получения халявных монет Антараса, которые можно будет конвертировать как раз в валюту. Причем на каждом твинке, наверное, можно будет получить. Ну и, конечно, золото, если вы войдете в топ-100. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok